Ну, мы взяли два Рафчика. Ты тоже Рафчика? Сейчас будет третий. Мне просто было лень думать. Я просто взял то же самое, что и он. Ну, как обычно. Но я у него спросил, типа, что ты будешь? Он говорит, Раф, я захожу туда сразу с мыслью, он будет Раф. И такой, ну давайте два Рафа. А просто очередь сразу там не было людей. И я поэтому взял. Так, ну что, всем привет. Вы на канале Скотт Бодшоп. Мы тут в Шерегеше с ребятами. Меня зовут Дима, это Чарси. Знакомьтесь, это Аня. Меня все знают. Чарси все знают. Меня никто не знает. Аня никто не знает. У нас не скоро выйдет видео, чтобы познакомить вас с ней. Так, ну и что скажете, ребята? Что мы делаем сегодня? Холдно очень у нас здесь. У нас тут минус 20. Сегодня первый день тестов. И так как главный акцент в этом году наших тестов все-таки на Телос. Ну, я так считаю, только им не говори. Но главный акцент это все-таки Телос. Поэтому мы взяли сразу же первыми досками Телос. Вот. И причем мы взяли супер разные. То есть тут есть и All Mountain Backcountry, и Freeride, и Freestyle. Если вы знаете, что это за слова, то вы точно ждете эти тесты. Ждете тесты? Ждете. Ждете. А мы тестим. А мы не ждем. А если вы не здесь, вам придется посмотреть. Да. Так, ладно. Людям придется это смотреть. Давайте полезные информации. У меня... Давай. Давай. У меня Freestyle. Это не тестовая доска. Это... Я ее для себя заказывала. Но она есть в тестах. Она есть в тестах. Это новый сезон? Это новый сезон Телоса. Кэмбер Freestyle 149-й Ростопки. А как она называется? Чилум. Типа такой весь чил. Типа на чиле. Но на кэмбере. Типа на кэмбере чиле. Немножечко придется поработать ногами, но... Вообще, знаешь... В этой жизни надо поработать ногами. Знаешь, чем мне кажется? Что название, короче, вот это Чилю, оно идет не от того... Да. Оно идет не от того, что ты на расслабоне. Это доска на самом деле не для расслабушных, ребят. Это вообще не для новичков доска. Чилум, скорее всего, это идет от перчика. То есть, типа, она такая, ну... Перченая? Типа чиле? Перченая. Да, к ней нужно относиться аккуратно. То есть, ты такой думаешь, да сейчас, что там? Съедаешь, а потом ты около крана с водой. Так, ладно. А я себе, короче, взял ДСТ-158-ю. Не знаю, просто потому что, мне кажется, что для этих условий интересно мне именно ее потестить. Ну, типа, брать какой-то свалл-тел точно не хотелось, потому что трасса довольно бетонная. И в лесу тоже снега не найдешь. А это выглядело так чисто прикольно. Такая необычная форма с дырочками в тейли и хвосте. Я подумал, вау. Я бы... А у нее какое предназначение вообще? ДСТ? Я думаю, это верхняя модель для... Подожди. Это самая популярная, самая продаваемая доска за бугром. Подожди. То есть, я так понимаю, в прошлом сезоне ДСТ была все-таки верхняя модель, а сейчас они ее сместили, сделали Лемуриан в верхней модели. Да, потому что Лемуриан... Ну ладно, об этом мы сделаем тоже, наверное, отдельное видео касательно именно доски Лемуриан, потому что не так все просто и вскользь упоминать эту тему, наверное, не стоит. Да. Ну, короче, давай, что-то. Даю. Смотри, вот этот ДСТ, это самая продаваемая доска Телос за бугром, потому что забугорные ребята очень любят доски Дирекшнл, но приближенные к Твину. То есть, условно, у них... Не знаю, с чем это связано. Может, они не любят чилить, может, у них уровень катания выше. И они берут доску, чтобы можно было в свече в паудере катнуть. И вот как раз ДСТ для этого подходит. А самый продаваемый Телос именно в нашей стране, ну, по прошлому году не знаю, но вот по позапрошлому это точно бэкслэш, который взял я. Я, на самом деле, уже третий год на него смотрю, и все никак не получалось на нем кататься. Даже в прошлом году он у нас был, и каждый раз только хотел я взять свою Ростовку, и ее забирала какая-нибудь девочка. Да. То есть, ты берешь себе маленькую... Я беру себе женские доски. 148-я, я не знаю. Ну, 148-я, да. Кстати, смотри, у нее Тейл как Бэтмен. Очень нравится. Прикольно. Даже у меня больше. Даже у нее больше. Что у тебя больше? У меня нос точно больше. У нас есть рулетка. У нас есть рулетка, мы это все... Да я уже ее все измерил. Там прям, ну... Могу показать, конечно. Покажи. Так, сразу, чтобы вы понимали. Чтобы вы понимали. Короче, Леха Чарси у нас тут, мы уже, я думаю, поняли по его базарчикам. Такое основное, типа... Задрот. 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 А мы такие с Анькой, типа... Йоу, мы катаемся на сноуборде. Вот эта доска выглядит классно. А я особо даже не знаю, какая она. Но так как это тест, я просто возьму ее, потом другую, не буду запариваться и буду отталкиваться чисто от своих ощущений. Но я думаю, что я на это и буду гонять. Мы уже это поняли. Товарищи присяжные, в свою защиту хочу сказать, что не такой уж я и задрот, потому что вот эта доска для сегодняшней погоды вообще явно не подходит. Но я просто боюсь, что опять не смогу на ней поездить, а очень хочется. Да ты задрот по знаниям. Ты знаешь все про нее. Да что я знаю, она широкая, кемберная и жесткая. Ну, относительно, конечно. Но вот мы не знали про Дельстэшку, что она самая популярная в Велике. А цена какая у нее? Ну, в прошлом все время. А мы не называем цены, потому что вы можете их сами посмотреть на нашем сайте. Мы даже можем ссылку на каждую из этих досок в описании приложить, чтобы было проще, чтобы ты посмотрел и такой хочу доску, как у Лехи. Как у Лехи, по-любому. Только побольше ростов, потому что я не хочу женскую. Не, на самом деле 148 не женская, я вешу 69 кг, а 148 райдер до 80 кг, это как вообще окей. Короче, сегодняшний видос у нас будет чисто про доски Телос, как вы уже поняли. Мы себе возьмем, может быть, еще по одной, потом сядем такие. У тебя же есть с собой термос? У меня термос с собой. Достанем термос, будем попить чайок и обсуждать, и вам будет суперинтересно. Заваривайте себе вкусненького покушать. Не переключайте ваши ютуб-каналы. Не переключайте ваши ютуб-каналы. Мы начинаем. Поехали. Шредер. Галыш, вы, 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 вы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА